Сегодня у нас в гостях советник министра иностранных дел Южной Осетии Зарина Кочиева и начальник консульского управления МИД Республики Константин Кольцов. Добрый день, рада вас приветствовать у нас в студии. Ну и хотим начать нашу беседу с, скажем так, самого главного актуального события, который совсем недавно прошел на площадке Sirius. Напомним нашим радиослушателям, что с 1 по 7 марта сотрудники Министерства иностранных дел Южной Осетии приняли участие в седьмом глобальном форуме молодых дипломатов под названием «Дипломатия в эпоху многополярного мира», который состоялся в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Хочется узнать подробности. Расскажите, пожалуйста, как проходил форум, какие вопросы обсуждались. Ну, надо отметить, наверное, сначала, что это уже, да, действительно, седьмой глобальный форум молодых дипломатов и организован он был Советом молодых дипломатов МИДа России. И представляет он собой абсолютно новую площадку для общения молодых дипломатов из разных стран мира. Программа форума была очень насыщенной. В рамках форума проходили различные мероприятия. Это и рабочие сессии, и круглые сталые встречи с достаточно известными и признанными авторитетными дипломатами. Часть мероприятий была открыта как для всех участников фестиваля, Всемирного фестиваля молодежи. А часть, конечно, была разработана и проводилась только для участников форума молодых дипломатов. Для всех, конечно, стало грандиозным событием участие в данном формате Сергея Викторовича Лаврова. И, конечно, это было грандиозным событием. Это достаточно знаковая фигура современной дипломатии, современной мировой дипломатии. Также на форуме выступала Мария Владимировна Захарова. Это также лицо МИДа, наверное, самое узнаваемое лицо после Сергея Викторовича Лаврова. Это лицо российской дипломатии. Конечно же, все присутствующие на форуме достаточно внимательно следят за выступлениями и Сергея Викторовича, и Марии Захаровой. Но послушать их в такой аудитории, в такой неформальной обстановке было, конечно, достаточно интересно. В рамках форума также проходили рабочие сессии, посвященные и отдельным регионам. Это и сессии Россия-Осиан, Россия-Латинская Америка, СНГ. То есть, действительно, была очень насыщенная такая программа форума. Ну и, конечно же, стоит отметить, что сам форум молодых дипломатов проходил на площадке Всемирного фестиваля молодежи. Удалось ли вам как-то посмотреть, увидеть что-то новое, интересное для себя, вот именно в формате Всемирного фестиваля молодежи? Ну, как я уже сказала, действительно, часть мероприятий проходила в рамках Всемирного фестиваля, и, то есть, это были открытые мероприятия. Форум получил некоторую особенность в связи с тем, что проходил на полях фестиваля, потому что достаточно непривычно такое большое количество участников, и такая открытая атмосфера, открытый диалог со всеми спикерами. И, да, действительно, было интересно, и в рамках фестиваля, да, нам удалось поучаствовать в некоторых мероприятиях, которые проходили уже не в рамках форума, а в рамках фестиваля. Мы посетили, конечно, мероприятия, связанные с Южной Осетией, это и когда выступали наши спикеры. То есть, да, мы приняли участие в некоторых мероприятиях. Константин, что вы скажете? Да, вот такой формат был первый раз, я думаю, при что-то были открытые дискуссии, практически все желающие, кто смог попасть, они приходили и слушать спикеров того же Лаврова, Марию Захарову. И, ну да, необычно было. То есть, вот дипломаты и молодежь, студенты со всего мира одновременно принимали участие. Как бы вы оценили важность участия гостинских дипломатов именно в участии в форуме молодых дипломатов? Какие задачи стояли, собственно, перед вами? Дипломатия государств, которые не получили еще такого широкого признания международного сообщества, она часто сталкивается с некоторой настороженностью со стороны коллег из разных стран, которые тщательно взвешивают каждое слово и каждое действие, потому как такие открытые мероприятия и для прессы, они боятся того, что их контакт может быть рассмотрен или преподнесен как де-факто признание, что ли. И поэтому это может вызывать некоторое неодобрение в столицах. То есть без санкции руководства редко молодые дипломаты решаются на такой открытый контакт. Тем не менее, лед в отношениях постепенно тает. Это уже наше не первое участие в подобных мероприятиях. И со временем мы можем говорить, что стена, которую возводят вокруг наши оппоненты, вокруг нашей дипломатии, она постепенно разрушается. И Сочинский форум тоже стал прекрасной возможностью наладить какие-то контакты с коллегами из разных стран. И этой возможностью, конечно, мы воспользовались. Наши выступления на круглых столах, участие в каких-то дискуссиях и в рамках форума, и участие наших ребят на фестивале, оно для многих стало первым знакомством с Южной Осетией. И, конечно, это была замечательная возможность в этом отношении. Константин, вы хотели бы что-то добавить? Да, вот, как коллега сказала, в основном контакт у нас уже налажен с представителями, например, стран СНГ, постсоветского пространства, с ними как-то попроще. А вот уже там, например, с представителями азиатских стран или Африки, ну, пока так, вот, формальное общение, то есть, вот, пока поверхностно все, да. Потому что они, ну, как мне показалось, не особо идут на контакт с нами. Ну, может, действительно, как отметила Зарина, лед тронется, и контакты будут только налаживаться и укрепляться. Но также хочется отметить, что одним из главных событий этого форума стало открытие так называемого секретариата Международной ассоциации молодых дипломатов. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее, что это вообще из себя представляет, предусмотрено ли участие нашей республики. Действительно говорилось о целесообразности создания секретариата Ассоциации молодых дипломатов, и это не первая встреча, на которой это обсуждалось. На данный момент эта идея в стадии проработки, она требует тщательной подготовки и решения ряда определенных параметров. Это касается и представительства, и некоторого функционала. Да, это тоже инициатива российской стороны. И необходимо понимать, что каждый шаг в ассоциации молодых дипломатов, он должен сверяться со всеми сторонами участниками, и будет это все делаться с определенной осторожностью и согласовываться в соответствующих столицах. и национальных структурах, чтобы не возникало никаких противоречий у молодых дипломатов с генеральной линией ведомств, генеральным курсом стран дипломатии. Это такая специфика профессии. Любое Министерство иностранных дел — это достаточно иерархичная структура, имеющая строгую иерархию, и она подчиняется единым принципам, исходит из определенных целей и задач. И, видимо, предстоит провести еще ряд консультаций, согласований. И да, мы тоже надеемся в будущем, после создания своего совета молодых дипломатов, принимать в работе ассоциации активное участие. Это как раз мы подошли к главному, наверное, нашей беседы. Это Совет молодых дипломатов, над которым работает Министерство иностранных дел нашей республики. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет этот Совет, какие функции будут входить в его полномочия, чем он будет наделен? Ну, в первую очередь, Совет, он больше для укрепления курса дипломатии молодых сотрудников и центрального аппарата из агранучреждений. Могут принимать участие, точнее, вступить в Совет уже в дальнейшем, и студенты, которые учатся по направлению международных отношений. Ну, вот, на данный момент, вот, Советы есть у России, у Абхазии. И мы тоже вот в процессе создания. Что необходимо для того, чтобы этот Совет начал свою работу? Ну, прежде всего, необходимо это все оформить каким-то документальным, конечно, образом и наполнить каким-то, ну, смысловым содержанием, что ли, если хотите. То есть, это обычно структура, которая, скорее, содействует и повышению квалификации молодых сотрудников, и поддержанию традиций дипломатической службы. Конечно, эта структура будет содействовать налаживанию диалога между руководством министерства и молодыми сотрудниками. То есть, это будет некоторая обратная связь, Совет будет проводить какие-то круглые столы, семинары. И отсюда необходимость создания такой открытой, гибкой структуры. Но в то же время мы понимаем, что это дипломатическая структура, которая должна будет подчиняться целям дипломатической службы Южной Осетии. Поэтому вот есть ряд таких сложностей, да, которые мы решаем. И, наверное, в ближайшее время это все будет уже оформлено. Ну, как отметил Константин, так и подобные советы уже существуют и в Российской Федерации, и в Абхазии. Будет ли учитываться опыт этих стран в создании Совета, в его функциональности? И перенимается ли что-либо у них для, скажем так, корректного и более, может быть, даже эффективного создания? Да, у них уже на протяжении нескольких лет эти советы. И с ними мы тоже ведем консультации, как это все будет функционировать, направление работы какое. И с ними тоже консультируемся, да. Также было отмечено, что членами этого совета могут стать и в том числе и студенты, которые проходят образование. Но, тем не менее, предусмотрен ли будет какой-то отбор для будущих кандидатов и членов Советов дипломатов? Ну, разумеется, структура Совета, она будет достаточно иерархичной, то есть будет какой-то руководящий орган Совета, и, скорее всего, он будет состоять из сотрудников центрального аппарата, из огранучреждений Министерства иностранных дел. Но, разумеется, будет такой своеобразный open call для и студентов, и всех заинтересованных, кто захочет участвовать в каких-то круглых столах мероприятиях, и кто зарекомендует себя достаточно активным. Мы будем рассматривать их включение в Совет и привлечение их к участию в различных мероприятиях, в том числе в подобного рода форумах и фестивалях. Скажите, пожалуйста, какая будет основная, грубо говоря, приоритетная задача стоять перед Советом молодых дипломатов? Можно говорить об опыте других стран, когда молодежь, утверждаясь в избранной профессии, хочет иметь возможность как-то смотреть на международную обстановку не только в плане служебных обязанностей и каких-то ежедневных задач, но и смотреть на проблематику за кругом таких повседневных вопросов. И, наверное, это и вызвало к жизни подобного рода советы. И всегда есть интересы, когда речь идет о взаимодействии на международном уровне, и задачи, естественно, будут согласовываться с руководством. И, само собой, это не будет параллельная структура Министерства иностранных дел, это будет такая молодежная структура, которая будет более открытая к общению с молодежными организациями и студенчеством. И будет, наверное, работать все-таки в молодежной среде. Но параллельной структурой, скажем так, Министерства иностранных дел создаваться не будет, она в структуре будет. Ну вот если такую границу провести между работой Совета молодых дипломатов и непосредственно МИД, то есть ли какие-нибудь разграничения строгие определенные? Скажите, пожалуйста, насколько сильно будет отличаться работа подведомственной? Ну, в первую очередь, это площадка для дискуссии. То есть вот молодежи свой взгляд на вещи, скажем так, и в первую очередь для этого создается. И в дальнейшем уже контакты между зарубежными коллегами, подобными советами. То есть вот взгляд такой может быть чуть-чуть нестандартный, да, за пределами классической дипломатии. Ну, если говорить о том, что Совет все-таки будет создаваться для молодых дипломатов, то скажите, пожалуйста, вот какие проблемы, на ваш взгляд, требуют особого внимания именно со стороны молодежи Южной Осетии, со стороны молодых дипломатов Южной Осетии? Ну, молодые дипломаты Южной Осетии сталкиваются с тем, что у нас не так уже много площадок для того, чтобы получать какой-то опыт работы в международных форматах. То есть вот подобные форумы, они для нас очень важны. И Совет молодых дипломатов, мы надеемся, он станет такой школой для практического, такой практической школой для дипломатов и для молодого поколения, для сохранения традиций, их приумножения и в то же время получения опыта общения с коллегами из разных стран, которого у нас, в принципе, не так уже много. Кстати, было отмечено о том, что при общении с коллегами из других стран есть некое опасение, ну, по крайней мере, они идут на контакт очень осторожно. Вот в этом ключе, насколько сильно и, в принципе, вот подход к работе дипломата в Южной Осетии вот сильно отличается от коллег из других стран? Каким должен быть молодой гостинский дипломат при общении с коллегами из других стран? Дипломат из Южной Осетии, он, наверное, не будет отличаться от всех остальных. У нас такие же национальные интересы, у нас есть курс дипломатии, который мы тоже должны реализовать. То есть, в принципе, это достаточно такое открытое общение с коллегами, но есть некоторые особенности, то есть, тут и имеет значение личный контакт, потому что, как мы уже говорили, есть некоторая настороженность, но в то же время личные контакты и такое взаимодействие в неформальной обстановке, оно и топит лед и разрушает такие стены. Поэтому мы вот будем работать в этом направлении. Хотелось бы немного вернуться к Всемирному фестивалю молодежи, потому как на встречах перед поездкой руководящие должностные лица с уверенностью и просьбой просили о том, чтобы достойно представить нашу республику. И было также отмечено о том, что это очень важное событие для Южной Осетии. Как бы вы оценили, собственно, данную важность мероприятия для нашей республики с точки зрения дипломата и представителя МИД нашей республики? И как бы вы наверняка оценили бы то, как Южная Осетия была представлена в фестивале молодежи? Южная Осетия была представлена очень достойно. Наши представители участвовали практически во всех сферах, представленных на фестивале. Что касается дипломатов, на фестивале тоже была секция для молодых дипломатов, и они приняли активнейшее участие во всех рабочих сессиях и форума, и фестиваля, посвященном дипломатии. В принципе, мне кажется, было достаточно интересно и им, и нам на это все взглянуть со стороны. И в целом, это был достаточно позитивный опыт для них и для нас. То есть контакты, складывающиеся в таком молодом возрасте, мне кажется, они на всю жизнь, это дружба заложенная на фестивале для них. Будет достаточно крепко, и они будут поддерживать контакты. Думаю, это хороший залог для будущих каких-то успешных предприятий. Ну, Давид все-таки очень любит поговорить о молодежном форуме на площадке «Сириус». Ну, а я все-таки вернусь к совету молодых дипломатов, которые планируются организовать непосредственно у нас в республике. Ну, если так пообщаться с молодежью, то сейчас, конечно, приоритеты и интересы большинства немного смещены. Но, тем не менее, мы знаем, что наши абитуриенты активно поступают и на кафедры у нас в ВУЗе, также они поступают в различные ВУЗы по международным отношениям на территории Российской Федерации. Какие планы, как вы будете привлекать, завлекать студентов, которые идут именно по этой направленности в совет молодых дипломатов? Есть ли уже какие-нибудь наработки? Ну, на самом деле, студентов, обучающихся по специальности международные отношения, мы часто привлекаем и для организации некоторых масштабных мероприятий, как в Москве, в посольстве, так и здесь, при Министерстве иностранных дел, если организуются какие-то круглые столы, какие-то мероприятия такого рода, мы их привлекаем, и они проявляют достаточно активный интерес, они участвуют, они интересуются. То есть, в принципе, вопросов, проблем с их участием не возникает обычно. То есть, они с радостью идут и на контакт, и участвуют в наших событиях. Константин? Ну, я думаю, для молодых людей, которые выбирают вот этот путь, дипломатию, как мне кажется, в первую очередь, их привлекает вот общение, контакты с иностранными коллегами будущими. Опять такие же участия вот в подобных форумах и других мероприятиях. Узнать вот представителей других стран, это всегда интересно. Ну, тем не менее, наверняка нас сейчас слушают и будущие абитуриенты, которые планируют свою жизнь. Расскажите, пожалуйста, немного, чем интересна работа в Министерстве иностранных дел, потому что звучит это тоже так очень, ну... Сурово. Сурово, да. Сурово и по-взрослому. Чем интересна работа в Министерстве иностранных дел молодым людям? Ну, тут уточнить... Представители молодежи. ...минстерстве иностранных дел Республики Южная Осетия, потому что, в первую очередь, это много вызовов. Я, вот как начальник консульского управления, вот консульская служба, ну, это в первую очередь связано все с документами, чтобы признавали наши документы за пределами Республики. И это достаточно такая сложная работа и интересная порой тоже, да. Зарина? Ну, мне кажется, будущему дипломату надо быть готовым к тому, что эта работа связана не только с какими-то поездками, форумами, фестивалями. Это такой каждодневный труд и порой бывает даже рутинный труд. Но при этом приносящий пользу и государству, и когда ты видишь какие-то результаты собственного труда, то, мне кажется, это приносит некоторое удовлетворение. Поэтому тут надо обращать внимание на то, что это будет не такое праздное общение с зарубежными коллегами, но и такой рутинный труд. Ну и совсем ненадолго под конец нашей беседы вернемся к созданию Совета молодых дипломатов. А я думала, ты опять хочешь к фестивалю вернуться. Ни в коем случае. Мы уже об этом поговорили, об этом, думаю, уже достаточно. Но какие в дальнейшем совместно какие-то мероприятия намечены с коллегами из России и Абхазии, возможно, когда следующее мероприятие будет состоиться, собственно, по созданию такого Совета в нашей Республике? Или пока еще об этом говорить рано? Ну, говорить об участии Совета пока, наверное, рано, так как он еще не создан. Но молодые дипломаты будут принимать участие в этом году еще в форумах молодых дипломатов. Они проводятся ежегодно, и следующий форум, насколько я помню, будет летом. То есть летом еще раз соберутся молодые дипломаты. Это уже будет такое более камерное мероприятие, наверное, можно так сказать. То есть оно будет организовано специально для дипломатов без участия, и, наверное, прессы. Ну, конечно, будут пресс-подходы и открытые мероприятия, но это уже будет такое обсуждение насущных проблем, так сказать. Так сказать.